Из коридора заходишь, вот дверь, там кухня была, спальня, а вот это здоровый был зал. В этом зале Наталья, ее брат и двое его детей, подростков смотрели телевизор, когда на второй половине дома замкнула проводку и начался пожар. Никто не пострадал, но вынести успели только документы. Две стиральные машинки, два холодильника, телевизор, вся мебель и одежда, все сгорело. К счастью, спустя три дня сельсовет выделил семье муниципальную квартиру в этом доме. Тут надо все мыть, убирать. Нам дали постель и снахар. А тут эта мебель уже была? Нет. Это мы вчера все привезли, с деревни подавали. То есть это уже местные? Да, местные люди давали, вот мы привозили вот это вот все. Квартира завалена гуманитарной помощью от родственников, жителей Зиминой и Барнаульцев. Дарили мебель, одежду, передавали целые пакеты с продуктами. История семьи неожиданно получила большой отклик в соцсетях и СМИ. Благотворители собирали пожертвования, купили все необходимое и отвезли пострадавшим. Это тушен. Это паштет. Но здесь крошки. Туча нет. Еды много, пока хранят в ванной, потому что холодильника нет и в квартире еще холодно. Муниципальное жилье в Зимино не очень востребовано. Во всем доме заселили только несколько квартир. Но Натальи в администрации обещают, что станет теплее. Дети и взрослые надеются, что здесь им придется жить недолго. У отца семейства есть дом, но его ремонт требует больших вложений. Так что денежная помощь для семьи сейчас нужна больше всего. В том числе для покупки бытовой техники и необходимых вещей. На своих экранах вы видите телефон, по которому можно перевести средства на банковский счет. Семья благодарит всех, кто уже помог. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.